Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, наша любимая рубрика потери российско-фашистских бандитских террористических войск в Украине. Смотрите, давайте посмотрим, где что было и где они несли потери. Опять сразу скажу, что потери крутятся вокруг цифры тысяч. Вчера было чуть больше, сегодня чуть меньше, позавчера чуть больше, опять меньше. То есть, в принципе, тысячу боевиков Путин теряет каждый день. Это только двухсотыми. Что касается трехсотых, там вообще, он кот не даст соврать, там вообще непонятное количество. То есть, если, допустим, до тысячи двухсотых, то это минимум две тысячи. На самом деле, где-то, может, две с половиной тысячи трехсотых. То есть, это вообще аут. Это аут по потерям. Эти придурки молчат, дохнут молча, как мухи. Не, есть, есть такие, которые, понимаете, что у них получается при могилизации. Вот они идут, так сказать, добровольцами, ну, добровольцами. Им обещают деньги, идут за деньги, бандиты, да? Вот, они идут на фронт, а потом, и они думают, что им же рассказывают сказки, что мы там уже Киев берем, что мы уже, вообще уже, там, я не знаю, мы там уже скоро на Варшаву пойдем. Ну, 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 чушь какую-то, которую на уши невозможно натянуть, они маленькую взять не могут. Вот, но они уже Киев берут, Варшаву берут и вообще до Лиссабона нам доходят. И эти вот придурки, эти вот одноклеточные организмы, которые идут в путинскую эту банду, они думают, что они сейчас сядут на этот старый Т-72, заведут его с толкача, чих-пых, и завтра будут ехать по Варшаве, да, на этом танке сверху. И улыбаться, как ртом с гнилыми зубами. И просветление до них доходит, только когда они попадают на линию фронта, и видят, что их тупо бросили на убой, как мясо бессловесное, вот как скотину на скотобойне. Ничего другого они себе не представляют. Но, к сожалению, к ним просветление приходит уже в тот момент, когда жить им остается, там, 20 секунд кому, 2 минуты кому, там, я не знаю, 14 секунд осталось жить. И тут он с поразительной ясностью начинает понимать, что попал как бы не туда, что его просто облапшали, как последнего лоха, и кинули на забой. С тем, чтобы его там, вот, чтобы он где-то там в Сибири у себя, не мешал дядюшке Си колонизировать, как говорится, новые китайские территории. Вот это все у него быстро-быстро-быстро в голове проносится последние несколько секунд, и все, темнота. Приехали. Это, как говорится, о мерцающем сознании путераста. Да, так вот, где, что и как. Продолжалась ликвидация путинских бандитов вроде Бахмута, где они продолжают местные штурмы, Маренко, Авдеевка, с переменным успехом, Запорожская область, вот, на Токмаке, там, ну, Токмацкий выступ, ну, там они, наоборот, там они отступали вчера. Короче, Луганская область даже не буду вспоминать, потому что беспрерывные боевые действия. Теперь так, по крынкам отдельно расскажу, когда дойду до беспилотников. Продолжаются бои, правда, кабы они больше почему-то не применяют. Вот. То есть, все те же самые позиционные, если наши прошли там в районе Полога в 150 метров, то они там в 150 метров в районе Бахмута. То есть, это вот такие вот, понимаете, уже движения на фронте, которые нельзя назвать стратегическими. Итак, за вчерашний день, за вчерашний день отправлено курсом русского военного корабля и окончательно закобзонено 790 путинских оккупантов. 790. 355 750 всего с начала войны. Ну, так, не слабо, не слабо. Что тут говорить? 14 танков у Кондропуплена. 5913 с начала российско-фашистского вторжения. Танков. Обычное количество. То же самое по бронемашинам. Обычное количество уничтожено. 17 штук. Всего 10 973 с начала путинских этих шизанутых атак. Дальше. Арт-системы. 10 штук за вчерашний день. 2 тысячи. Какие 2 тысячи? 8 376 с начала войны. И 2 средства ПВО. Отрабатываем сейчас, да, наши, конечно, дроны. Дроноводы наши, красавчики. Пушки отрабатывают. Танки отрабатывают. Вчера, кстати, красивое видео было, как дроном за 300 баксов уничтожили танк Т-90М. Прорыв. Стоимость которого, ну, я не знаю, может быть, 4-4,5 миллиона долларов. Вот сравните, да, что такое дроны, да? Дроны это вообще-то персик. Персик просто. Уничтожается техника. В хлам. Причем уничтожен. Вообще в хлам. Без возможности восстановления. Но, правда, сначала одним дроном его прибили немножко. Экипаж сбежал. Потом пролетел второй дрон и сжег его уже окончательно. Чтобы нельзя было восстановить. Вот представьте себе, да, стоимость дрона и стоимость танка нового. Это был новый. Это не восстановленный этот Т-62, господи, прости. Да, два средства ПВО. 616 всего. То есть это очень интересные такие моменты. Самолеты, вертолеты остались пока. Что-то они летают больше. Нет, у них что-то больше энтузиазма. Энтузиазм как-то у путинских летунов резко исчез. 329 самолетов, 324 вертолета с начала путинского вторжения. Беспилотников 13 штук. Вот тут я сейчас остановлюсь на беспилотниках. 13 штук, 6471. Это имеется в виду то, что было за прошедшие сутки. К ним сейчас добавится еще очень много, которые сбиты сегодня за ночь. За ночь было всего 46 дронов они послали. Немало так. Из них 32 было сбито, 14 долетело. Чем объясняется за предыдущие несколько дней. То ли вообще дроны не долетали, то есть их сбивали на ходу, на лету. То ли там один долетел куда-то непонятно куда. Объясняю ситуацию. Дело в том, что они начали дамбить Херсонскую область. То есть практически прифронтовые районы. То есть раньше дрон там летел в Венецкую область. Прежде всего Одесскую область, Днепропетровскую, потом Венецкую, Киевскую летел и так далее. Тут же, даже по Киеву у нас же здесь прилетало. А тут ситуация такая, что вследствие того, что они не могут работать самолетами, авиацией. Потому что авиация сразу же сбивается патриотами. Или что там стоит, я не знаю, что она там. Может мамба, может не знаю. Вот. Сразу же. То есть она не может... Он взлетел, шансов прилететь назад нет. Не летает больше. И артиллерия выбивается дронами. Хабы они запускать не могут, потому что опять-таки авиация не летает. Ага. Ну что будем делать? Будем дамбить, значит, этими шахедами по линии фронта. Но сразу вам скажу, с точки зрения, с любой точки зрения, шахед на фронте, это... Ну это так себе. Это так себе. Он же слепой, он ни хрена не видит. То есть его пропрограммируют координаты, он куда-то там летит. Если... Ну наши же тоже не дураки сидеть все время в одной точке и так далее. Ну он куда-то там прилетает. То есть фактически они с шахедами сейчас решили, поскольку у них нет возможности нормально отрабатывать артиллерии, РСЗВ или же в основном кабами, потому что работали они кабами. Кабы были самые для них, скажем так, безопасные варианты, потому что каб запускался в зоне бездействия, скажем так, нашего ПВО. Соответственно, с расстояния километров 30-35 до линии фронта самолет разворачивался, улетал. Соответственно, достать мы его не могли. Этот каб летел точно, не точно, но кошмарил сильно, потому что, извините меня, фугаска летит там 250 или 500 килограмм взрывчатки. Вы что, смеетесь? Даже если она не долетает там 300 метров, ну о чем вы говорите? И засыпали этими кабами. Тупо, да? Вот. Ну, шахет такое себе. Да, это страшное оружие, да, это, но эффективность его на линии фронта, ну такая. Прямо скажем. Во-первых, шахет, скажем так, в 10 раз слабее каба. Вот. Во-вторых, его точно, еще раз говорю, ну так. Да, конечно, может попасть. Ну, скажем так, шахеты на фронте, расисты используют в основном от безвыходяги. Это как план Б или план В, уже скорее, да. Потому что артиллерия, видите, выбивается дронами, а эти самые, а кабы больше не летают, потому что авиация, все. Вот так вот. Да, дальше поехали. Было сбито две крылатые ракеты, обе Х-59 корабли, катера. Я не знаю, тут у нас стоит еще 23 по сводкам, но уже понятно, что 24, потому что уничтожен вот этот вот. Какое бы оно там ни было, учебно-производственное и так далее. Ну, учебное судно, учебно-тренировочное называется судно. Вот. Но в любом случае это судно было уничтожено, поэтому надо его вносить. Дальше. Автотехника. 31 штука. 31 грузовичок за вчерашний день. 11 140. Сначала военный код не даст соврать. Да. Прямо сильно так. Это же я волока не налил. Второй, третий раз уже за сегодня. Да. И одна единица спецтехники. 1240 с начала российско-фашистского вторжения. Таким образом, общая картина следующая, ребята. У расистов очень много лишнего состава. Много. Больше, чем у нас тут не о чем разговаривать, конечно. Вот. Очень много. У них есть определенное количество техники. В основном старой, восстанавливаемой. Танков. То, что они там трындят. Мы 100 танков в день производим, в месяц. Это все чушь собачья. Конечно, и близко. Они столько не производят. Это просто ИПСО. Танки есть. Определенное количество новых танков. Их можно считать по пальцам. Но есть количество восстановленных или отремонтированных после предыдущих попаданий танков. Это и близко не то количество, которое уничтожается на фронте. Поэтому штурмы продолжаются в основном мясные. Мясом. Тупорылым мясом. Тупорылым мясом. Которое бежит неизвестно зачем, неизвестно куда. Какую-то атаку. Мать его за Сталина, за Брежнева, за кого там, за Гатманду, еще за что-нибудь. Вообще не соображая, что они делают. Вот. То есть абсолютно тупыми атаками. Мясом. И продолжается стачивание российской армии. Как правильно сказали американские сенаторы. Кстати, сейчас у них там идет очень плотная работа по выделению помощи Украине. Уже и республиканцы требуют от Байдена нормальной помощи. А не 30 танков Абрамска. За 5% своего военного бюджета Америка стачила 50% российской армии. Уже, наверное, больше. Уже больше, потому что каждый день уничтожаются российско-фашистские вооруженные силы. Он код не даст соврать.